Как устроена ваша кармическая память, так вы и реагируете на входящие сигналы или стимулы, которые поступают к вам посредством пяти органов чувств — зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Только очистив свою энергетическую систему от кармического отпечатка, вы сможете изменить свою судьбу. Вот почему так важно практиковать югические крии. Есть то, что называется восприятием, затем распознаванием, затем реакцией. Что касается реакции или ответа, это измерение подвластно человеку. Это надежный способ создать свою судьбу такой, как вы хотите. Судьба — это не предопределенный путь, а то, что вы создаете. поскольку большая часть человеческого восприятия и опыта, к сожалению, происходит неосознанно, кажется, что судьба предопределена. Невозможно создать свою судьбу без должного стремления к этому. Те, кто не хотят прилагать усилия, чтобы создавать то, что для них действительно важно, будут думать, что судьба им навязана. Судьба личного опыта, свободы, судьба социальной справедливости, судьба национального или глобального благополучия. Вот к чему нужно стремиться. Без усилий, без платы в виде стремления, невозможно получить привилегию создавать свою судьбу. Для каждого человека, для целого поколения людей, величайшая радость — возможность самим вершить свою судьбу. Желаю вам познать силу, свободу и радость создания своей собственной судьбы. Вы сможете изменить свою судьбу, только очищая свою энергетическую систему от кармического отпечатка. Вот почему так важно практиковать йогические крии. Потому что как только в ваших энергетических системах появляется некий отпечаток памяти, как бы сильно вы ни старались, вы будете склонны попадать в одну и ту же колею снова и снова. Смысл выполнения крии в том, чтобы очистить энергетические системы от кармического отпечатка так, чтобы не осталось внутренней программы, которая противоречит вашей текущей воли, вашим желаниям. Всегда возникает вопрос, это свободная воля или это судьба. Вы должны понять, что ваша судьба, то, что вы считаете своей судьбой, написано вами, неосознанно. Пришло время написать ее осознанно. Для этого важно очистить энергетическую систему от вашего кармического отпечатка. И поэтому ежедневная садена имеет огромное значение. Если вы реагируете компульсивно, внешние ситуации определяют, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Если вы отвечаете осознанно, ваше благополучие находится в ваших руках. Самое важное в человеке это то, что нам не нужно быть животными с компульсивными реакциями. Мы можем осознанно отвечать на все в нашей жизни, не только на внешние события, но даже на физиологические и психологические ситуации. Как только вы начнете давать на все осознанный ответ, вы станете хозяином своей судьбы. Будь то счастье или несчастье, боль или удовольствие, агония или экстаз, по сути, все это рождается внутри. Человеческий опыт находится внутри нас. Камеры могут быть снаружи, микрофоны снаружи, но драма происходит внутри нас, даже если говорить о внешних впечатлениях. На основе внешних впечатлений, если вы в состоянии компульсивных реакций, то ваше переживание этого опыта формируется на основе прошлого опыта. Или, говоря техническим языком, он основывается на вашей кармической памяти. как устроена ваша кармическая память, так вы и реагируете на входящие сигналы или стимулы, которые поступают к вам посредством пяти органов чувств зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. То, что вам нравится или не нравится в сущности, зависит от прошлого жизненного опыта, который вы можете осознавать или нет. Но где-то в самой глубине вы выносите такое суждение, потому что между восприятием и распознаванием должна быть память, иначе распознавание не произойдет. Если вы услышите нечто и скажете, «О, это собачий лай», то это только потому, что вы слышали лай собаки раньше, иначе вы будете замешаться. Вы слышите что-то и говорите, «О, это автомобиль». Это только потому, что вы слышали автомобиль раньше. Если вы услышите звук впервые в жизни, вы будете озадачены, потому что такого кармического отпечатка нет. Поэтому нам необходимо понять, что есть такие процессы, как восприятие, затем распознавание, затем реакция. Реакция или ответ на ситуацию — это то измерение, которым человек может управлять. Это значит, что вы можете либо быть инстинктивной кармической реакцией, либо стать осознанным ответом. Как только вы сможете стать осознанным ответом на любые внешние воздействия, независимо от того, какими они будут, как только вы станете осознанным ответом, то сможете получать такой жизненный опыт, какой пожелаете. То есть воздействия внешней ситуации не будут определять характер вашего опыта. Вы будете определять характер вашего опыта сами. Это верный способ творить свою судьбу по своему желанию или стать хозяином своей судьбы. Важно понять, что вы должны двигаться от компульсивной реакции к осознанному ответу. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова